всем привет чуть-чуть что сегодня продолжаем искать новые места судака вчера нашли на те еще не заходили сейчас зайдем туда сейчас пока ищем что-то новое подаем не маленький как бы езде полазить ищем нашли еще штук 5-6 коряг таких хороших в одной был ударчик такой слабенький ну там короче удара 3 уже было саня 1 зацепил сейчас покажу сошел ну живот черный бог скорее всего стоит на дне не шевелится ветер поменялся вчера до оттуда юго-западный сегодня северо-западный на север поворачивается короче ничего хорошего в этом нет но там где один попробовал там и другой попробовать все равно будем рыбачить будем искать тоже снасть ультралайт пока не утяжеляюсь когда что-то найду такое более-менее съедобно начну утяжеляться и грамма не спина все вперед пробуем дальше хорошо хорошенький что там по судаку не определишь сразу мелкий или нет но все тюрьме ты на об сети ну спляйка что гудова черный смотри что ты все время ведешь в другую сторону от камеры что сошел не пробил разговариваю нормально пикать надо теперь сдулбал эти не снималась вот что значит очень поклевки судака хоть и ближе к берегу но все равно вот весь в пол водоема обошли это самое глубокое место все равно он держится глубины уже уже потихоньку к зимовальной яме продвигается ну до весны доживем посмотрим что он будет делать весной где он будет обитать какую сторону пойдет но я думаю куда-то туда пойдет ближе к миляку ближе к нересту но пока так весь сезон как от рыбачим вот осенние захватили весенний летний захватим потом уже какие-то выводы будем по здешним водоемом делать какая здесь рыба в каком количестве щуку плохо что не можем найти найдем найдем сто процентов не может быть что нет щуки просто что и маловато когда мало щуки найти тяжело но кто еще тут сюда найдет в этом я убедился уже за свои 47 46 приписал годик 46 лет убедился уже сто процентов если вы что-то упираетесь до этого добьетесь так что всем не хвастаем чешуи продолжаем рыбалочку вот сегодня очень дальше берет их сюда какой-то как помельче или что не пойму такой грамм опять тоже сошел и у сани сошел у меня сошел он что сделал чучело сделал вроде пробил апсет есть апсет правда там где он сейчас берет можно сейчас наверно поменяю на двойник но уже точно знаю где он берет он здесь и брал и у сани тут была поклевка у меня уже вторая тут тыкает то вернулись на старое место вот самое глубокое место такой грамм 700 сюда счетчик был перезарядил на двойник такую же приманку недалеко берет метров пять от берега грамм 700 стандарт не мелкий слава богу но и не крупный вчерашнего килограмма нету и вот один взял и все и тишина выпрашивать надо с первого заброса пришел на новом месте кинул надо вправо-влево искать он мог сместиться после сопротивления когда какой-то судак попадается остальные чуть-чуть могут сместиться если жора нет сместиться опять лечь на дно если он лежит на дне и надо его как-то поднос подавать чтоб он соизволил клюнуть проводка не агрессивно вот получается взял на пассивную приманку червячок что-то типа червячка да тут глубина классная обрыв идет идет постоянно обрыв и коряги здесь рядом его в корягах нет мы все эти коряги прошлись один удар у меня был в коряге я побоялся подсекать не был уверен что судак потом уже понял что судак и короче за этого он сошел он просто выплюнул она не зацепляй к надевать подсечку чтоб крючок зашел на двойник он может сесть и так потом просто до засекает если гонца когда поняли а не зацепляй к он если почувствовал что-то не то я сразу выплевывает тем более при такой активности как сегодня ветер поменялся это все значит вчера у так был сегодня так совсем с другой стороны напротив классно ударил по моему сюда кубок и промазал промазал черный прижал опять как всегда животиком такой нормальный грамм 800 ладно все операция операция и только перецепил приманку сразу следующий сейчас третью приманку меняю ставлю такое масло машины на такое светленькая не пойму как и что за цвет ну примерно примерно машинное масло на сейчас попробуем еще путем смены приманок может два-три раза провожу и он на 4 же не реагирует первая проводка новая приманка какая-то реакция есть да сегодня вообще не хочет брать уже как только не ухищрялся уже волочением пробовал знаю что он здесь есть знаю что стоит уже брал и мандулу пробовал локтишек типа свечки на поверхности играла уже один подброс и два подброса и что только не выдумываю вот это как приехали где-то часа в два я решил сегодня просто да на закате попробовать что она покажет утром еще не полол вчера в обед или на закате может завтра утром попал бы не знаю посмотрим по обстоятельствам короче обзор двух дней уже не хочет знать это выход был два подряд заброса но она перед этим стучал стучал плохо исходил у меня у сани сошел а потом два подряд заброса такие хорошие поклевки но один обсетник сошел в принципе как сошел можно сказать отпустил можно было погуляться его достать ну в принципе такой цели не было вчера рыбу взял домой хватит и 2 коряжка короче сегодня убрал четко надо было как и вчера не вчера не вчера пришел вчера он выходил туда туда на полигон выходил жрать и вчера я раздел судака там был карасик внутри то есть он вчера ел сегодня уже решил отлежаться может были такие коротковременные выходы это если рыбка заплывет к нему корял а сегодня локально весь корях вообще выходить скорях не хочет где-то под корягой лежит и никак не реагирует не на волочение не на один подрос него два подброса вообще не реагирует я уверен что он здесь есть потому что пару раз нам прижимала что-то тыкала хвостик заворачивал но видно было что он трогал но очень аккуратно видать так больше для охраны территории чем для поклевки раньше пока так такая сегодня рыбалка хочу чтоб солнце ушло за ушел зеркало воды ушло солнце сейчас она вот еще минут 5-10 и спрячется за посадочкой попробую еще несколько раз кинуть ну короче судак есть как поклевывает задаться целью можно ловить вот хвостик опять завернутый он просто так никогда не заворачивается то ли кто-то трогал и бывает перехлёст конечно не всегда 50 на 50 или рыба или случайный перехлёст надо он хватает за хвостик аккуратный тетечек незаметно вот было как только что проводил ну как задержка была в паузе хотя здесь никаких углов нету задержки в паузе и должно быть она была он мог ее под ней проплыть подхватить водоворотик сделать ну так просто рядом плавает охраняет а брать не берет ну и он есть это точно короче такая сегодня рыбалка вечер хороший затихло ветер стих уже потихоньку буду собираться буду заканчивать сегодняшнюю рыбалку рыбалка как она есть ничего не преувеличено еще не преуменьшено от 1 лица как как было сегодня такие так и покажу нового ничего пока не расскажу сегодня цель рыбалки не теоретическая практическая когда будет теория поговорим о чем-нибудь задавайте в комментах вопросы те хотели бы чтоб я обговорил следующем видео я на все их отвечу в предыдущем видео вопрос по поводу шайбы какую подставлять для регулировки катушки я в принципе нашел там магазин один у меня продавец сказал привезу там завтра послезавтра там есть у меня какие-то регулировочные шайбочки они вообще продаются много дорогие катушки идут с этими регулировочные шайбочками для главной пары но в основном без них идут и я эту шайбу нашел там старую катушку разобрал подобрал короче такое про материал он спрашивал то неважно какой материал это просто для убирания зазора просто чтобы убрать зазор неважно пластиковая она будет там полиуретановая или металлическая или медная или алюминиевая она вообще неважно никак конечно чем легче чем лучше в принципе что он того 005 грамма блин ничего не дает принципе для катушки не утяжеляет в принципе я поставил у меня другой в старой катушке были металлические металлическую подставил и люфт сразу ушел ну кому интересно посмотрите два видео назад по катушке я рассказываю как убрать люфт в главной паре короче наверно всем пока не поставим чешуи кто не подписался подписывайтесь кто подписан жду вас следующем видео на своем канале все пока рыбачьте пока есть время скоро зима многие зиму не любят пока есть погодка рыбачьте получайте удовольствие от жизни от природы от свежего воздуха это самое главное то что судя по последним событиям не знаю что будет завтра так что надо каждый день жить как последний там уже у полки интересов и хобби если кто-то решил дома покопать огород забить его на этот огород лучше пойти на рыбалку покопайте успеете покопать петух жопу клюнет и покопаете а пока есть погодка время лучше порыбачьте если вы рыбак конечно и пособирайте все пока